Видео подготовлено с сайта online-gdz.net. Задание 19.27. Постройте график функции y равно модуль x плюс 1. Ну и дальше с помощью графика нужно ответить на вопрос. Мы будем строить график таким образом. Мы вначале построим график функции y равно модуль x, а затем этот график в соответствии с правилом построения графика функции f от x плюс l. Сдвинем график на единицу влево. Ну, потому что у нас в качестве аргумента здесь x плюс 1. Поэтому на единицу влево нам нужно сдвинуть график функции y равно модуль x, чтобы получить график функции y равно модуль x плюс 1. Итак, строим график функции y равно модуль x. График этой функции состоит из двух прямых, но представляет собой две прямые. Одна прямая в области положительных значений и в области отрицательных значений x. y при этом все время остается положительным. А теперь мы должны сдвинуть этот график влево. И таким образом получаем график функции y равно модуль x плюс 1. Теперь мы можем ответить на вопрос. Пункт А. Нам нужно назнать значение y при известных значениях x. Итак, x равно минус единице, тогда y равно… Находим на графике x равно минус единице, тогда y равно нулю. x равно нулю. При x равном нулю, вот, эта точка и ее координата y получается равна единице. x равно четырем. x равно четырем, вот, x равно четырем. Поднимаем перпендикуляр до пересечения с графиком функции, получаем точку пересечения и ее координата. y – пять. y равно пяти. В пункте В. Наоборот, нужно найти значение x при заданных значениях y. Итак, y равно единице. Вот эту точку уже мы находили, y равно единице. Но если мы… Вообще мы должны через эту отметку y равно единице провести перпендикуляр к оси y до пересечения, до всех возможных пересечений с графиком функции. Вот у нас получилось еще одно пересечение. Тогда мы запишем, что y равно единице при x, равном нулю и при x, равном, вот, координата минус два. x минус два. Так, теперь y равно нулю. Ну, y равно нулю при единственном значении x, при x, равном минус единице. И y равно пяти. y равно пяти. Вот эта отметка. Если мы проведем перпендикуляр через эту отметку, плюс пять по у, то мы получим две точки пересечения. Вот мы продлим сюда и получим две точки пересечения. Вот одна точка пересечения, ее координата x минус шесть. И вот вторая точка пересечения, ее координата x четыре. Значит, при x, равном минус шесть, и при x, равном четыре. y равно пяти. Пункт В. Промежутки возрастания и убывания функции. Ну, здесь у нас ясно, что функция убывает при x меньше, либо равном минус единице. Если x изменяется от минус бесконечности до минус единицы, то функция у нас убывает. И функция возрастает, возрастает при x, изменяющемся от единицы до плюс бесконечности. То есть при x больше минус единицы, минус единицы. И последний пункт Г. Значение аргумента, удовлетворяющее условие. Итак, y меньше, либо равен единице. y меньше, либо равен единице. Вот эти точки пересечения. Значит, тогда x у нас должен изменяться в пределах от минус 2 до 0. Значит, x тогда измеряется от минус 2 до 0. При этих значениях x, значение y меньше, либо равно единице. Ну и поэтому сами точки минус 2 и 0 тоже включены в промежуток для изменения x. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте.